Здравствуйте, я Лилия Иголькова. Об эффективности государственного управления в период борьбы с коронавирусом говорим с заместителем председателя партии ОСДП Айдаром Алибаевым. Айдар Байдоулетович, здравствуйте. Здравствуйте. 13 июля назначена днем траура по погибшим из-за пандемии коронавируса. Что это, по вашему мнению, власть пошла на так называемый компромисс после позорного салюта 6 июля? И, кажется, трюк удался. Я говорю именно трюк, потому что на самом деле вирус еще не побежден, статистика лживая, а суть общественного протеста 6 июля все-таки заключалась совсем в другом. Во-первых, я хотел бы, поскольку сегодня день траура, выразить свое искреннее соболезновение и сочувствие всем тем, кто потерял своих близких в этой эпидемии. И также я хотел бы сказать тем, кто сегодня борется, кто сегодня болеет, чтобы они выздоравливали, и что вот эти искусственно созданные козни мы преодолеем. Касательно вашего вопроса, да, я очень негативно отношусь к тому, что 6 июля был салют. Этот салют не влазил ни в какие рамки с точки зрения того, что происходит сегодня в стране. Вот. И я, наверное, знаете, вот в этой ситуации я, наверное, такое бы сделал бы, вот, лично, мой. Наш народ, человеческая память сама сделает выбор, и я не удивлюсь, если 6 июля, именно 6 июля, останется датой народной памяти по умершим в эпидемии коронавируса. В ленте сегодня нельзя не заметить, многие СМИ также напечатали выступления чиновников, занимающих ответственные посты. День национального траура, высочайший акт человечности и дань памяти казахстанцам, но и примерно вот в этом же духе. На самом деле, что происходит? Одних гламурных чиновников власть меняет на других гламурных чиновников. Реально нуждающимся в лекарствах помогают волонтеры и помогают даже криминальные авторитеты. Что происходит? Почему все перевернулось в стране с ног на голову? Ну, смотрите. Конечно, во-первых, чиновники – это не те люди, на мой взгляд, которые должны сейчас себя выпячивать. По одной простой причине, что именно чиновники всех рангов, с самого верха до низу, являются главными виновниками того, что происходит в стране с точки зрения вот этих негативных последствий. Вот вы даже сейчас назвали слово «гламурное», которое президент употребил, называя наших чиновников, и когда он сказал, чтобы поменяли руководителей СК формации и ФОМСа на менее гламурных. Но как будто специально сделать вопреки, их поменяли на таких же гламурных. Если посмотреть, кто сегодня назначен на руководство СК формации, кстати, СК формация, СК – это саморук Казана формации. Вот. И ФОМС назначены такие же гламурные чиновники, которые, если посмотреть на их биографии, это кабинетные люди, которые прошли очень много кабинетов за свою карьеру. Если взять того же Искалеева, который назначен на СК формации, он был советником у Мамина, когда он был руководителем Казахстана Тимиржова. Это уже сам этот маленький факт говорит сам за себя. Или то, что Тахижанов, который назначен на Фонд обязательного медицинского страхования, это бывший вице-министр здравоохранения. Ну, что тут? Шило поменяли на мыло. Никакого изменения в лучшую сторону в этих двух организациях не произойдет. Я считаю, что СК формации – это монополисты, его вообще надо дробить, надо отменить его монополию на доставку лекарственных препаратов и разрешить другим компаниям этим заниматься. И тогда рынок сам это все приведет в норму, когда будет конкуренция. А Фонд обязательного страхования, он вообще не имеет права на существование в том виде, в каком он сегодня есть. Он полностью искажен. Это полностью преступная организация с точки зрения расходования средств. И еще вы затронули момент, что криминальные структуры, да, как вы сказали, также небезучастны и осуществляют какую-то поддержку. Здесь я хочу сказать, что те люди, которых мы называем, вот вы называли криминальным структурой, в первую очередь это наши граждане. И то, что происходит, наверное, их тоже многих стороной не обходит. И они тоже не могут оставаться равнодушными. И поэтому меня не удивляет то, что они принимают участие в поддержке. И здесь даже я вам скажу больше, они гораздо более живо и более человечно реагируют на происходящие процессы, чем чиновники. Но здесь, наверное, нужно уточнить структуры, официально признанные криминальными. Или так. Это одни, но есть у нас еще структуры, которые криминальные, но таковыми официально не признаны. Что мы видим? Да, действительно, здесь и там периодически возникают скандалы, вскрываются нарушения против государства, хищения государственных средств, преступления против народа. И люди спокойно уходят с высоких должностей по собственному желанию. Пока не будет персональной ответственности, пока не будет общественного контроля за тем, чтобы люди понесли соответствующее наказание, наверное, ничего не изменится в этой системе. Но у нас как бы игры по умолчанию, все все знают, но молчат. Это один из главных недостатков, существующих в системе государственного управления в Казахстане. У нас уже так сложилось. Независимо от того, сколько лет просидел чиновник на должности, независимо от того, как эффективно или неэффективно он работал, они все очень мирно, без проблем, со своей должности уходят. Последний классический пример – уход Бертанова с должности министра здравоохранения. Я считаю, что то, что он ушел, это абсолютно недостаточно. И то, что ушли спокойно руководители СК формации и ФОМСа, это абсолютно недостаточно. Я считаю, что по деятельности руководителей СК формации и ФОМСа и министра Бертанова должен быть проведен тщательнейший аудит на предмет изучения финансово-хозяйственной деятельности с глубиной не менее 3-5 лет. И должны быть сделаны выводы, и в случае обнаружения там соответствующих нарушений должны быть соответствующие действенные меры применены. Кроме того, вот эти люди, которые сейчас заняли первые должности, они оттуда же и пришли. Возьмем Алексея Цоя, бывший вице-министр, возьмем действующих вице-министров, они также были все прибертанными. Поэтому я считаю, что их тоже надо проверять, что там было вчера. Ведь все они имеют отношение и к СК формации, и к этому дефициту гуманитарной помощи, и к этим завышенным ценам, и ко всем, ко всем, ко всем вот этим вот ненормальностям. Они все имеют прямое отношение. И к этому прямое отношение имеют и курирующий вице-премьер, и премьер-министр, и так далее, и так далее. — Айдар Байдуллетович, как представитель действующей политической партии, что вы делаете для того, чтобы донести это до правительства? — Вы знаете, мы сами, конечно, мы все это обсуждаем у себя. Мы пользуемся теми возможностями, которые у нас есть. В первую очередь, это социальные сети. Других возможностей сегодня, вы сами понимаете, очень мало. Они ограничены. Те какие-то материалы, которые мы пытаемся донести наверх, они остаются без последствий. И это происходит не сейчас. Это происходит на протяжении многих-многих лет. И вы знаете, я вам скажу такую вещь. Вот если говорить о некой какой-то оппозиции или что-то, вот существующая ситуация, которую называют кто-то эпидемией, кто-то пандемией, хотя ни эпидемия, ни пандемия это не является. Вы знаете, никакая оппозиция за все вот эти годы не сделала того и не смогла бы сделать. Что сделала вот эта ситуация? Она обнажила всю нашу власть полностью. Она показала всему народу, вот знаете, просто вот в таком первозданном виде, всю ее неэффективность, никчемность, лживость, непрофессионализм. И то, что она оказалась ни на что не способна ни в одной сфере. Ни в здравоохранении, ни в образовании. Даже вот в условиях, когда люди сегодня гибнут, ну ужасающие просто цифры. И то, что мы видим, происходит с нашими знакомыми, с нашими родственниками и так далее, мы видим, чиновники только говорили, только говорили. Реальных действий практически никаких. Сейчас у нас начинают на первый план выходить волонтеры, начинают выходить гражданское общество, простые люди начинают помогать, потому что в противном случае я не знаю вообще до чего это все дойдет. Власть абсолютно несостоятельна. Сегодня в Ленте активно распространяется обращение Азата Перуашева. Я бы хотела даже немножко процитировать. Сегодня мы поминаем жертв пандемии, а на самом деле людей убивает развал госуправления. Коррупция и стремление чиновников нажиться на каждом человеке и каждой статье бюджета, равнодушие системы к страданиям и даже смерти своих граждан. Ну да, мы, конечно, знаем, что есть такая неофициально назначенная официальная оппозиция. Кто-то из чиновников уже выступил с заявлением, теперь можно говорить вслух, как будто раньше такой возможности у них не было. Но ведь на самом деле те, о ком мы говорим, депутатах мажориса парламента, в основном молчащих и голосующих, да, это же на самом деле те же самые винтики той же системы. Зачем показуха именно сейчас? Ну смотрите, во-первых, вот если вы начали свой вопрос с Азата Перуашева, я уже об этом говорил, повторюсь, ни сам Азат Перуашев, ни его партия никогда не были оппозицией, не являются сейчас и никогда оппозицией не будут. Ну это просто смешно. Это раз. Второе. Да, как гражданин, как человек, Азат Перуашев имеет право на те слова, которые он произнес, на те слова сочувствия. Но в то же время я с вами соглашусь в том смысле, что и Азат Перуашев, и его партия, они являются винтиками вот в этой самой системе, которая привела к той ситуации, которая сегодня есть. В качестве примера я вам приведу. Смотрите, уже 4 месяца у нас бушует вот эта вот зараза, да? А на этом фоне парламент спокойно принимал кодекс о здоровье античеловеческий, где они, понимаете ли, продавливают обязательную вакцинацию, торговлю органами, обучение детей сексуальным познанием в раннем возрасте и всяким другим глупостям. Но это тоже показывает, что та система, которая сегодня выстроена, она выстроена в том числе и благодаря нашим депутатам, которых, на мой взгляд, просто надо менять этот депутатский корпус. Что мы имеем на сегодняшний день? Многое из того, что происходит в Казахстане, кажется нелогичным, неразумным. Гуманитарная помощь, которую страна получает из многих точек света, не доходит до пунктов назначения. Мы видим, что больницы не оснащены ни лекарственными средствами, ни средствами индивидуальной защиты. Больницы переполнены, хотя так много говорится об организации дополнительных койко-мест. Да, мы видим, что в Халыко-Арена какие-то койко-места развернуты, есть и в других регионах. Но мы видим также отсутствие самых необходимых санитарных условий, то есть того минимума, который позволил бы бороться именно с этим вирусом. Мы видим, что врачи работают на износ, те, которые действительно находятся на передовой. Мы видим, сколько людей гибнет и среди пациентов, и среди медицинского персонала. Врачи оказались без государственной поддержки, многие, хотя говорилось о том, что защита будет со стороны государства. И еще один момент, о котором говорится очень мало на самом деле. Те самые ритуальные службы, которых сейчас обвиняют в завышении цен. Я не знаю, что происходит на самом деле, если рассказывают люди об этом, значит, действительно случаются такие факты. Но ведь это люди, которые тоже оказались на передовой и без защиты. Вот смотрите, вы начали с гуманитарной помощи. Вообще получилась интересная ситуация. Вот если бы не вот этот случайный какой-то случай, да, когда кто-то обратил внимание или случайно увидел разгрузку гуманитарной помощи из Катара в аптеке. Может быть, и до сегодняшнего дня это было бы как-то за пределами внимания людей. Но именно получил такую известность эту ситуацию, когда оказалось, что скрывается гуманитарная помощь. Вы знаете, я поинтересовался, и только в открытых источниках, если смотреть с середины марта, нашей стране, Казахстану, было оказано 23, это только открытое, что есть в интернете, 23 гуманитарной помощи из 12 государств и около десятка международных и заубежных общественных фондов, коммерческих организаций и так далее. – Айдар Абайдулевич, встречали Вы какую-то, хоть какую-то информацию о том, что больница или какая-то организация получила гуманитарную помощь в полном объеме? Хотя бы один пример. – Что до, буквально до последних дней об этом ничего не было известно. И здесь как раз и возникает вопрос. Если с середины марта к нам поступали, там миллионы масок, там десятки тонн, десятки тонн этой гуманитарной помощи, только на днях из России пришло два самолета, 55 тонн гуманитарной помощи, там десятки тонн, там и халаты, и все эти костюмы, и маски, и очки, и бахилы, и шприцы, и лекарства, и препараты, и приборы, там все. Вы знаете, по моим ощущениям, то, что я вот прочитал, там нужно было весь Казахстан одеть, а будь в защиту и всякие меры. Где все это? Это просто ужас, волосы дыбу встают. Куда все это делается? На каких складах лежит? И еще при этом в аптеках ничего нет, а то, что есть, продается по многократно завышенной цене. Вы знаете, ну иначе как мародерством это назвать? У меня на ум никакого другого слова не приходит. Что это, если не мародерство? Президент Такаев в последнем расширенном заседании, он произнес такую фразу, что с точки зрения вот того, что происходит сегодня в стране, с точки зрения вот этого полыхания, этой заразы, что болеют люди, умирают люди, он приравнял эту ситуацию к военному времени, с точки зрения тяжести и последствий. Но если продолжить его мысль и предположить, что это можно приравнять к военному времени, а что делается в военное время с мародерами? Это вопрос я такой задаю. Вы знаете, я считаю, что у нас должны быть приняты в этом отношении исключительно жесткие меры, а проследить, где все эти гуманитарные помощи, которые поступали с середины марта, тонны, десятки тонн, но это абсолютно не сложно, было бы только желание. И я думаю, все-таки этот вопрос будет решен. И второй момент, то, что вы назвали про ритуальные услуги, да, я непосредственно был свидетелем в разговоре с одним моим приятелем раз, второй я видел это в интернете и так далее. Многие люди жалуются на то, что беспредельничают ритуальные компании, и на кладбищах происходит от 60 до 100 тысяч требуют копальщики за просто закапывание. И это у людей, которые, во-первых, охвачены горем, и во-вторых, которые не имеют денег сейчас на все вот эти дела. И вот смотрите, у меня просто самый простой вопрос. В условиях, когда вся страна находится в опасности, когда президент приравнивает это к военному времени, где наши министерства по чрезвычайным ситуациям, где наши министерства обороны, которые имеют медсанбаты, которые имеют стройбаты, неужели это сложно догадаться? Взять, направить на кладбище в разных регионах страны пару-тройку взводов или рот солдатских просто для рытья, для копания ям, могил. Ведь это абсолютно несложно. Но это было бы существенно. И вообще, мне кажется, государство совсем не использует все те ресурсы, которые оно имеет. Армейские, полицейские, министерства чрезвычайной ситуации. У нас вообще, по-моему, его не существует. Просто не существует. Мы о нем не видим. И все это, все это, то, что я уже говорил, я повторяюсь. Неэффективность государственного управления и всех его структур просто вот тотальная. Ну, на самом деле, у нас еще есть такая структура, как Совет Безопасности. Да. Страна находится в опасности. Но мы сейчас не об этом. То, что сейчас называют локдауном. На самом деле, это карантин номер два. Если это карантин, то почему мы не видим ни настоящей изоляции, мы не видим соблюдения каких-то жестких правил, правил, которые должны быть. Ну, понятно, что людям нужно выживать как-то. Понятно, что малый и средний бизнес не может совсем закрыться. Но хорошо назвали бы как-то по-другому, чрезвычайной ситуацией. Вы знаете, то, что сегодня происходит, это вообще непонятно что. Оно не подходит под смысловое понятие карантин. Не подходит. Чрезвычайным положением это тоже не является. Слово локдаун в переводе, если таком простеньком, но это просто запрет. Просто запрет. А само слово не понимает его основу. Ну, никто не понимает. Народ не понимает. Ну, применили какое-то иностранное слово. В данной ситуации это тоже следствие того, что чиновники не знают, как делать и что делать. С одной стороны, они как бы хотят, они видят, что зараза процветает, охватывает новых людей, и они понимают, что с этим что-то надо сделать. С другой стороны, они видят, что обрушается экономика и не знают, как оптимально выбрать некую среднюю линию поведения, чтобы и овцы были целы, и овки были сыты, и так далее. А тот момент, когда это можно было сделать наиболее эффективно, в марте, апреле месяце, этот момент уже упущен. Этот момент уже упущен. И я не знаю, чем это закончится, но то, что мы видим, опять же, опять же мы возвращаемся к этому. То, что мы видим, бесилие властей, ну, это видит уже вся страна. А как вы думаете, почему так получается? Ведь на самом деле и цели вроде бы благородные, и слова произносятся правильные, насколько, по вашему мнению, актуальна угроза Касамжумарда Токаева отправить все правительство в отставку, если в ближайшие две недели ситуация с коронавирусом не улучшится серьезно? Ну, во-первых, я могу достаточно уверенно предположить, что сегодняшнее правительство за четыре месяца они ничего не смогли сделать. Что же они сделают за две недели? Ничего они не сделают. Второе, наконец-то и президент Токаев озаботился тем, что это правительство абсолютно неэффективно. Посмотрите на премьер, на его биографию. Не надо далеко ходить. В свое время президент Назарбаев критиковал его за развал работы на должности Акима Астаны. Потом, сейчас переполнен интернет критикой и негативными отзывами, как он развалил деятельность Казахстана Тибиржова. На должности вице-премьера, министра транспорта, и сейчас премьера, он абсолютно тоже ничем не отличился. Вы знаете, у нас все премьеры были неэффективны. Но он самый неэффективный из всех неэффективных. Понимаете? Даже программу, которую поручил ему в марте месяца президент, программу по обеспечению экономического роста и выхода из экономической ситуации, сложився тяжелым, премьер и кабинет министров весь, они не смогли написать даже эту программу. И плюс еще, вы не забывайте, что наш премьер сегодняшний, Аскар Мамин, он еще является руководителем комиссии по борьбе с коронавирусом. Так? На этой должности он тоже ничего не сделал. Слушайте, занимая две вот эти должности, руководство комиссии по борьбе с коронавирусом и премьер-министр, он должен ежедневно не слазить в должность экрана телевизора. Он должен пояснять, болеть душой, говорить, что надо делать, что сделано, что не сделано. Вот эти нерадивые чиновники, сняты с должностей, вот эти арестованы за воровство, за коррупцию, и так далее. Он вот это все должен делать. Не делает. Ни один его министр носа не высовывал. Министр экономики должен говорить, что происходит, какие потери, как мы будем выходить, что надо делать, какая нужна помощь от гражданского сектора. Сейчас эта беда всех касается. Министр финансов должен нам говорить, что происходит с финансами, сколько бюджет не получает, как будет государство справляться с социальными обязательствами, и так далее. Министерство по чрезвычайным ситуациям должно показать, где оно размещает свои силы, как оно помогает людям, и так далее. Министерство обороны должно сказать, мы, медсанбаты свои, отправили помощь гражданскому сектору, вот наши люди, покажите по телевизору, что-то делают, все, у них есть огромные ресурсы, палатки все эти разместить, и так далее. Тишина. Ничего этого не происходит, и как вы сами выразили, во-первых, волонтеры сейчас начинают много речать, и даже криминальные структуры, скоро уже весь народ выйдет на борьбу с этим, но при этом власть должна помнить, что вот это все ее бездействие, вот это все ее, то, что они ее, они не могут ничего сделать, несостоятельность, люди видят, и они это запомнят, и они на это среагируют, это не пройдет просто так. И я только одного желаю нашему президенту, чтобы он проявил твердость и последовательность, и весь этот состав кабинета убрал. Но только очень хотелось бы пожелать, чтобы не произошло так, как произошло с Амрук Казана Формация, и с Фомсом, чтобы на должности министров новых не были назначены вчерашние заместители или вчерашние директора департаментов этих же министерств, потому что будет то же самое, то же самое. Туда нужны новые люди, новые люди. Я понимаю, что этот вопрос сложный, но его надо решать только в этом русле. Спасибо вам за интервью. Спасибо вам.